Семьдесят. Пять. Проделить. Умножить, сложить. Цифры звучат чаще, чем в заставке мультфильмов по телевизору. Третьеклассница Наташа штурмует математику дома. Впрочем, как и её братья и сёстры. В семье Шадриных шесть детей и четверо учатся в школе. Вчера у меня ребёнок пришёл, руки синие, он не мог даже шевелить руками. Он до слёз плакал. Я говорю, завтра в школу не пойду. Сегодня нам со школы позвонил учитель и сказал, что сегодня в школу не отправляйте. Женщина с радостью готова держать детей дома, но беспокоит, что отстанут от учебного плана. За пробелы в образовании своих ребятишек переживают и другие родители. Говорят, в школе всем не до учёбы. Получают дети консультацию, берут задание на дом и идут домой. Чтобы наши дети ходили, не замерзали туда. Учились, получали знания, они замерзали действительно. Они там не думают о учёбе, они думают о том, как согреться. Началось всё в декабре. В школе сломалась модульная котельная. Запустили резервную, электрическую, но она не справлялась с нагрузкой. Постепенно школа остывала, новогодние каникулы, а потом экстремальные морозы остановили процесс обучения. А теперь в кабинетах сами учителя вместо современной котельной нагоняют температуру обогревателями. Но недолго осталось, заверяет директор школы. Специалист Абакана у нас был, который обслуживает модульную котельную. Он забрал те запчасти, которые у нас имелись на реставрацию. Завтра с утра он приедет и будет восстанавливать работу терморобота. Особенность этой котельной в том, что человек только нагружает специальную ёмкость уголь и периодически посматривает за датчиками. А всё остальное делает робот. Но пока он неисправен, учителя уроки начинают с 10 утра по сокращенной программе. Плюс дети сидят в кабинетах с электрообогревателями. Ну а к нормальному учебному процессу руководство школы обещает вернуться с понедельника. Будет тепло и программу нагонят. Артём Михалков, Денис Тимирбулатов. Новости. Седьмой телеканал.